Ну что, друзья мои, хождение по лукам. Угол-то у нас получился заштукатуренным. Очень даже ничего. Всё, кстати, держится на лугах. Только вот, что отлетает вот это вот мелкое. Следующее, что нужно сделать, заштукатурить, зашпаклевать, блин, зашпатлевать. Шпатлёвкой пройдёмся, выровняем, насколько это возможно, потом ошкурим и поклеим сверху обои. Пока это дело у нас будет... Чё-то криво тогда. Пьяный, что ли, опять у меня? Я знаю, что вы у меня самые лучшие подписчики. Но вы у меня последнее время постоянно пьяненькие, падаете. Делаем с вами, значит, двери менять мы не будем. Есть свои причины на это. Двери менять мы не будем, мы просто покрасим. И всё, освежим. Просто шпатлюем, насколько это у нас получится. Да получится, конечно, надо было тряпочку взять. Ну ладно, ещё возьмём. Пока начнём. Надо нанести. Шпатлёвкой наносится, кстати, не как штукатурка. Не до 5 сантиметров. Её тут надо сантиметра одного, это уже очень много. Надеюсь, мне хватит этого ведёрка. Да стопудово хватит, чего не должно хватить-то. Я в прошлый раз, когда штукатурила, делала... Штукатурку я наносила сверху вниз. И не сверху вниз, а наносится всё поправила снизу-вверх. Мне там девушка сказала верно. Почему? Потому что она падает. Но я там была большая дыра, я сначала там заштукатурила, а потом начала снизу. Там немножко подсохло, я просто проложила вместе всё сделала. Знаете, вот ничего трудного. Торты примерно по той же технологии выравнивают. Если честно, мне даже нравится. Мне надо ещё до вечера всё закончить. Вечером у меня ещё встреча. Поэтому надо торопиться. А то всё самое вкусное пропустим. Что-то Лёвчик где-то шарахается, не могу понять. Сырники стоят, тут ребёнок ещё не естся, нечего. Сейчас просто нанесём. Она должна быть ровнее, чем штукатурка изначально. Теперь будем проглаживать получше. Она должна быть намного ровнее. Хотя всё равно буду ошкуривать это дело, но надо стараться, чтобы было ровно. Без всяких этих. Потому что чем больше оставим, тем больше шкурить. Чем больше шкурить, тем больше срача. А срач будет, поверьте мне, неимоверный. Я знаете, что подумала? Я подумала в туалете. Мне будет очень сложно в туалете положить гипсокартон в одну жалу. Баблана мастера у нас пока нет. Но я очень стараюсь зарабатывать. Зарабатываю вместе с вами. Как-то происходит. Вы смотрите, что я делаю. И мне за это хорошо. Если вам, конечно, это интересно. И мне не одиноко. И зарабатываю я на этом. И вам есть, что посмотреть, скрасить свой вечер. Поболтать, пообсуждать. Так что, очень всем вам рада. Стараюсь не просто вас использовать как источник дохода. Стараюсь с вами общаться. Многих вас уже знаю. Со многими подружилась. То есть, вы для меня тоже имеете большое значение. Это, знаете, вы тоже какую-то роль играете. Большую роль вы играете вытаскивание меня из депрессухи. Молодцы. И плохие комментарии, хорошие комментарии. Я отвлекаюсь. Отвлекалась. Сейчас-то я вообще молодец. Отвлекалась от всего. Я отвлекалась. И продолжала жить. Продолжала что-то делать. Оказывается, жизнь вообще не закончилась. Жизнь только... Жизнь, на самом деле, вот говорят, да? Жизнь только продолжается. Жизнь только начинается. Вот якобы это слова. Типа это слова. Это вообще не просто слова. Это в натуре так и есть. Надо только принять себя. Понять себя. Мир такой красивый. И такой замечательный. Что-то там таратат. Я смотрю на тебя. Как же ты привлекатель. Да? Давайте строить вместе. С Богом, с Богом, с Богом. И речь любая будет нам ясна. Ой, собрала. Ясна. И речь любая будет нам ясна. Когда мы все в стремлении. В чистом и... Собрала. Не помню песню. В чистом и высоком Придет черед и тех высот. Где, может, Бог нам подмигнет Усталым оком. Вместе не страшно. Где же, друг, твои ладони? Выстроим башню. Башню ту, что не сумели в Алионе. Не пели мы уже. Хрен знает когда. Кстати. Да, я же пить-то могу. И только вспомнить, как распеваться. Собрала во многих частях. Слышу, что голос немножко подсипок. Хрипт. Можно спить. О диафрагме очень шикарно рассказать. Душу, Луни, на призанку. Про Карелию что-нибудь там. Здесь на камнях растут деревья на камнях. И отдыхает солнце. Свет здесь на плечах мохнатых скал. Что-нибудь такое, да? И на камнях растут деревья на камнях. Так что ты найдёшь и всё, о чём во снах мечта. Дели, лет и сосен, клапы елей. Ну, что скажете? Древнет, древнет древняя нега. Ещё надо будет выровнять всё. Видите, как криво, да? Потом возьмём широкий шпатель. И широким шпателем, шпатленём всё. Я что-то уже, если честно, подустала от этого красного цвета. Ну, а чё я? Красный опасный. Нет, я не устала. Я устала от красного. Сегодня, кстати, ходила. Там у нас приехала какая-то ярмарка в Дом культурах. Ну, типа. Там какое-то барахло привезли. Думаю, зайду, посмотрю что-нибудь. Зашла, посмотрела. Трусы, которые у нас на твердской ярмарке, женские, лежат, стоят по 50 рублей. Они продают за 200, за 300. Я говорю, нихрена вы молодцы! Это бы чё, ну, обычные, знаете, которые вот на распродаже за 50 рублей там. Я говорю, вот это у вас ценник, вот это вы красавчики. И никого, главное, нет. Ну, я смотрю, там ценники на барахло на это. Стремные. У тебя тряпки за большие бабки. Огроменные. Нифига, ну, отцы. А чё? Везли, везли, привезли. Ну, уж не совсем мы деревня, у нас и зон есть. Есть что-то, и это... О, уже обои у нас будут здесь, а такие бежевые, ну, не сильно невзрачные, там, с каким-то рисунком. Короче, тоже деревни, деревни. Ну, да ладно. Главное, чистые. Так, продолжу сейчас без вас пока. Ну, я всё продолжаю. Угол мучить. Видите, как уже получается. Это уже штукатурка идёт. Ну, штукатурка, шпатлёвка. Блин, штукатурка. Надо всё обмазать, поровнее сделать. Потом подровнять, пошкурить, как высохнет. И вперёд можно. Вот так, значит, у меня получилось. Это я оставляю высыхать. Потом обшкурить и клеить обои. Чё вам показать ещё? А, показать, как дела обстоят в туалете. Глядите. Титан. Это здесь были панели. Обшито панелями такими уродскими, эти стены. Вот. И панели сняты. Это задумали делать ремонт когда-то. Сняли панели и так всё и осталось, собственно. А потом фигак-фигак и переметнулся на тёмную сторону, да? Вот. Видите, я вот не знаю, чего с этим делать. Как я это буду упаковывать, как я это буду затыкать. Как я буду со всем этим вот разбираться. Я не знаю. Вот я хотела поменять эту трубу. Пригласила сантехника. Он мне сказал, что чтобы снять трубу, надо снимать титан, сливать воду. Проще сделать короб для этой трубы. Я не знаю, как я буду делать короб. Но смысл в том, что панели сняты. Панели были вот такие вот. Видите, это вот решила кабинка в ванной комнате. Вот такие вот панели. Дима дел панели. Вот видите. Это Дима пьяный кулаком стучал в панели. Видите? Такие панели. Вот какой вот ремонт был. Это было 10 лет назад. 2010 год. Вот до сих пор. Обои, кстати, вот такие здесь будут. Прикожные. Ничего особенного. 5 кусков. Поклеить-то тут не трудно. Просто будет посвежее, почище. Чем вот это все. Дальше обдирать еще надо. А, еще вот это я другое купила. Потолочную плитку. А эти обои будут на кухне. Просто белые обои. Ничего особенного. Шкафчики только надо снять сейчас. На кухне прям можно сегодня уже клеить, если я сниму шкафчики. Но смысл в том, что мне снимают шкафчики одной. Машлевка придет. Позвоните ему, он шерухается. Ребенку тоже тяжело их таскать. Но это все. А, что это? А, пойдет. Жестко, правда? Зато снегоход за миллион платили кредит. Который надел и решил его продать, потому что сказал, денег нет из-за этого снегохода. Невозможно даже ремонт сделать. Невозможно даже машину починить. Да. А я просила три года назад, не покупая, не покупая снегоход. Он только бабки платит. Только бабки ссадит. Только бабки. Он не нужная вещь. Как там, послушай бабу и сделай наоборот? О! О!